Всем привет! Меня зовут Макар Светлый и вы смотрите Сайн Шоу. Тема нашей сегодняшней передачи – научный подтекст в сказке «Алиса в стране чудес». Как много великих литературных произведений имеют скрытые смыслы, подтексты, символы и развернутые метафоры. Я обожаю такие литературные и кинематографические произведения, после просмотра или прочтения которых нужно подумать и попробовать понять автора. И как вы думаете, какое произведение подарило мне больше всего таких приятных моментов раздумья? Конечно же, «Алиса в стране чудес». С самых первых страниц, кроме остроумного и немного психоделического мира, я увидел сразу все. И педагогические размышления, и глубокую психологию и философию, конечно же, социальные и политические вопросы. Казалось, что в этом произведении есть все. Но что больше всего меня поразило – глубокий научный подтекст этого произведения. И именно об этих подтекстах я хотел бы вам рассказать. Перед тем, как начать свой рассказ, скажу, что автор этого великого произведения, Льюис Кэрролл, был прекрасным математиком и логиком. Его интересную биографию можно посмотреть в передаче «Самое величайшее шоу на земле». И, отправляясь в путь загадок и скрытых смыслов, вспомним намек о их существовании в самом произведении. А может, здесь и нет никакой морали? Как это нет? Во всем есть своя мораль. Нужно только уметь ее найти. «Вниз по кроличьи норе» – именно так называется первая глава «Алиса в стране чудес». Название этой главы давно стало иметь широкую известность. Нужно отметить, что существует книга под одноименным названием. Автор этого произведения – Сельма Лейнс. И в книге собраны очерки по детской литературе. Также существует книга и фильм «Кроличьи нора» или «Что мы знаем о вселенной». И даже татуировка в виде кролика в фильме «Матрица» и комикс «Возвращение Алисы в стране чудес». Но уверен, немногие задумывались о смысле «Кроличьей норы», которым хотел наделить ее автор. Так описывает Льюис Кэрролл «Кроличью нору». Нора сначала шла прямо, ровная как туннель, а потом вдруг круто оборвалась вниз. Не успела Алиса и глазом моргнуть, как она начала падать, словно в глубокий колодец. Кэрролл вспоминал позднее об этом в своем дневнике. «Я ясно помню, как в отчаянной попытке придумать что-то новое, я для начала отправил свою героиню вниз по кроличьей норе, не имея ни малейшего понятия о том, что же случится с ней позже». Но все же это можно рассмотреть с другой позиции. Можно предположить, что под выражением, не имея ни малейшего понятия о том, что же случится с ней позже, имеется в виду, что автор на интуитивном уровне понимает какое-либо явление или процесс, при этом не знает точной представления в нечто таком, что он называет «Кроличьей норой». В книге есть сюжет, когда Алиса, падая в норе, увидела банку, достала ее, засунула обратно и даже кое-что смогла уронить. Конечно, каждый из вас знает, что это невозможно относительно классической механики. Скорость была бы огромной, да и упасть ничего не смогло бы, а летела бы рядом с Алисой. Но что, если тут проглядывается нечто иное, как намек на то, что в «Кроличьей норе» законы классической механики нарушаются? Нужно отметить, что даже в фильме 1999 года «Алиса в стране чудес» есть сцена с остановившимся яблоком. Это недвусмысленно намекает на желание режиссера показать нам, что в мире за «Кроличьей норой» нарушаются законы классической механики. Намеки на подобное описание процессов можно найти в романе Кэрролла «Сельви и Бруно». Там описывалась сложность, связанность с чаепитием в падающем доме, а также в доме, который едет вниз с равномерно возрастающим ускорением. В известном смысле предвосходящий знаменитый мыслительный эксперимент, в котором Эйнштейн использовал воображаемый падающий лифт для того, чтобы объяснить некоторые аспекты теории относительности. Хотелось бы рассмотреть еще один интересный аспект падения Алисы. Дело в том, что во время падения она говорит про себя. Я, наверное, приближаюсь к центру Земли. Хм, это, кажется, около четырех тысяч миль вниз. Ой, они полечили всю Землю насквозь. Да, действительно, это около четырех тысяч миль, или шесть тысяч триста семьдесят километров. Но действительно, теоретически, как бы выглядел процесс движения к центру Земли? Во времена Кэрролла в популярной литературе высказывались различные догадки о том, что случилось, если упасть в туннель, проходящий через центр Земли. Этот вопрос задавал еще Плутарх, и многие известные мыслители, среди них Фрэнчис Бэкон и Вольтер, обсуждали его. Галилей дал правильный ответ. Тело будет падать с возрастающей скоростью, но убывающим ускорением, пока не достигнет центра Земли, где ускорение равно нулю. После этого скорость его станет уменьшаться, а замедление увеличивается до тех пор, пока она не достигнет противоположного конца туннеля. Затем вновь начнется падение к центру Земли. Если пренебречь сопротивлением воздуха и силы Кэролиса, возникающие вследствие вращения Земли, то можно сказать, что тело будет колебаться вечно. Сопротивление воздуха, разумеется, в конце концов остановит его в центре Земли. Более подробно об этом можно прочитать в книге «Удивительная физика», которую я, кстати, уже советовал. Следующий интересный подтекст, который я хотел бы рассмотреть, можно проследить сразу в двух местах. Сначала в сюжете с ростом Алисы в комнате, а после при встрече с горлицей. Как мы видим из книги, причем именно в книге, почему-то в фильмах этот интересный аспект упускают, Алиса увеличивается непропорционально, а именно растягивается как подзорная труба. При пропорциональном увеличении, человек так бы и соразмерно видел, например, свои ноги, и ему не казалось бы, что они сильно уж удалены. Ой, прощайте мои ноги, бедные мои ножки. И, конечно, шея бы никогда не могла так вытянуться. Все это наводит на мысль, что автор намекает нам на нарушение закона Гука, то есть на некоторое его невыполнение. Сам по себе закон Гука говорит нам о том, что сила упругости, возникающая в теле при его деформации, прямо пропорциональна величине этой деформации. Самая простая форма записи этого закона, а именно для тонкого растяжимого стержня, имеет вид F равно K умноженное на дельта L. Но нужно отметить, что данный закон выполняется лишь при малых деформациях. Обобщенный закон Гука очень сложен, и его вообще чаще всего представляют в матричной форме. Но все это учение сформировалось намного позже. Удивительно, что Льюис Кэрролл смог предположить на интуитивном уровне нечто подобное. Или, по крайней мере, мне кажется, что он и это предположил. Как я уже говорил, в этой книге есть все. Даже намек на теорию эволюции. Да-да. Вспомните сцену, когда Алиса вплывет в собственных слезах с множеством зверей. При этом до этого она говорила мышке о том, как ее кошка и соседская собака истребляют мышей, чем неестественный отбор. К тому же и вода была соленая. Но из-за того, что вода, из которой они вышли, были слезы, это явно напоминает сатиру. Удивительно, что автор мог подметить столько всего. Не правда ли? Отдельной и интересной жизнью живут цифры. И в них тоже скрыта интересная и красивая логика. Во-первых, конечно же, стол, на котором стоит пузырек с увеличивающим напитком. В книге указано, что стеклянный стол имеет три ножки. Почему три? Уверен, что люди, увлекающиеся геометрией, сразу поняли. Через любые три точки проходит плоскость. И причем только одна. Именно поэтому это наиболее устойчивый вариант. На первый взгляд все кажется таким простым. И еще. Помните сцену, когда Алиса начинает вспоминать таблицу умножения? Четырежды пять – двенадцать. Четырежды шесть – тринадцать. Четырежды сербовая мамочка. Я никогда и до двадцати не дойду. Ладно. Почему Алиса никогда не дойдет до двадцати? Проще всего это объяснить следующим образом. Английская таблица умножения традиционно кончалась на двенадцати. Так что если продолжить эту абсурдную прогрессию, 4 на 5 – двенадцать, 4 на 6 – тринадцать, 4 на 7 – четырнадцать и так далее, то придется остановиться на 4 на 12 – девятнадцать. До двадцати не хватает единицы. Также исследователями выдвигается более сложная идея. Для восемнадцатеричной системы исчисления 4 на 5 действительно равняется двенадцати. В системе исчисления с основанием двадцать один справедливое равенство 4 на 6 равно 13. Если продолжить эту прогрессию, каждый раз увеличивая основание на 3, то произведение будет увеличиваться на единицу, пока мы не дойдем до двадцати. Здесь впервые наш метод откажет. Четыре умножить на 13 равняется не двадцати для системы исчисления с основанием сорок два, а один, за который будет следовать символ, играющий роль десяти. Один из самых запоминающихся существ во всей вселенной Алиса в Стране Чудес был, конечно же, Чеширский кот. И это несмотря на то, что в первоначальном варианте сказки его не было. Существует множество теорий по поводу его имени и происхождения его улыбки. Но я вам хочу рассказать о других аспектах этого персонажа. Но перед этим вспомним удивительный диалог. Дорогой Чеширский котик, скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? А-а-а, куда ты хочешь попасть? А мне все равно только бы попасть куда-нибудь. Тогда все равно куда идти. Куда-нибудь ты обязательно попадешь. Нужно только долго идти и никуда не сворачиваться. Эти слова, как и предшедший им диалог, принадлежит наиболее цитируемым из обеих сказок об Алисе. Отзвуки его звучат в недавно опубликованном, но ничем не примечательном романе Джека Керуака «В дороге». Джон Кэммени ставит вопрос Алисы и знаменитый ответ Кота эпиграфом к главе о науке и нравственных ценностях своей книги «Философ смотрит на науку», где каждой главе предшествует цитата из Алисы. Ответ Кота чрезвычайно точно выражает конфликт между наукой и этикой. Как указывает Кэммени, наука не может сказать нам, в каком направлении следует идти. Однако после того, как решение будет принято, нам можно узнать наилучший путь к достижению этой цели. И, конечно, улыбка чеширского кота. Выражение «улыбка без кота» представляет собой неплохое описание чистой математики. Хотя математические теоремы часто могут быть успешно приложены к описанию внешнего мира, сами теоремы – суть абстракции гения, принадлежащей другому царству, далекому от человеческих страстей. Как однажды заметил Бартон Рассел, далекому даже от жалких фактов, заимствованных у природы, упорядоченному космосу, где чистая мысль может существовать естественно, словно в своем родном доме, и где человек, по крайней мере, человек, наделенный благородными порывами, может укрыться от унылого изгнания реальности. Но и это не все. Помните сцену, где чеширский код исчезал и появлялся в разных местах? Я считаю это не случайно. Мне кажется, это прямой намек на интуитивное представление квантового мира. Это неплохая демонстрация того, что частица может быть в нескольких местах одновременно, и еще раз демонстрирует нам уравнение Шрёдингера. Кстати, может быть, именно из-за чеширского кота в истории физики появился именно кот Шрёдингера, а не заяц или мышь, например. И, наконец-то, пришло время вспомнить о великом и безумном Шляпнике. Конечно, это один из колоритных персонажей. Именно поэтому сравнительно недавно его сыграл Джонни Депп. Из разговора Алисы можно понять, что действия книги проходят 4 мая 1862 года. При этом в данную дату разница между лунным и солнечными месяцами была ровно два дня. Это позволяет предположить, что часы Шляпника показывают лунное время и объясняют его слова. Конечно, не поспеваешь. Твои часы остаются на целых два дня. Если Страна Чудес находится где-то недалеко от центра Земли, положение Солнца безразлично для определения времени. Однако фазы Луны останутся неизменными. В пользу этого предположения говорит также связь между словами «Лунный», «Лунатик», «Безумный». Однако трудно все же поверить, что Кэрол имел все это в виду при написании сказки. Хотя, кто знает. Вспомним также несколько бессмертных фраз Шляпника. Если бы ты знал время, как я его знаю, ты бы не сказала, оно тратится. Время — он! Ты никогда не разговаривала со временем, правда? А вот я разговаривал. Мы раньше были друзьями. Артур Эдингтон и некоторые другие физики, занимавшиеся теорией относительности, сравнили «Безумное чаепитие», где стрелки часов всегда стоят на шести, с той частью модели космоса Вильям Де Ситтера, в котором течение времени остановилась. Хотелось бы вспомнить о знаменитой загадке Шляпника. Ответьте мне, пожалуйста. Какое сходство между городным и пистолетным столом? Было множество вариантов решений этой загадки. Даже знаменитый американец Сэм Ллойд в изданной посмертно энциклопедии головоломок рассматривает несколько версий отгадки. Однако, даже сам автор говорит нам, что на эту загадку нет ответа. Поэтому все мысли, связанные с этой загадкой, можно выразить фразой-хасли. Существует ли Бог? Есть ли у нас свобода воли? Почему существуют страдания? Все это так же бессмысленно, как и вопрос Шляпника. Несомненно, не за горами аналитика Алиса в Зазеркале. Советую прочесть эти две великие книги Льюиса Кэрролла. Уверен, что многие меня обвинят в синдроме поиска скрытого смысла. Нет там между срок никакого смысла. Мы-то это знаем. Но как бы то ни было, я увидел его. И с упоением раз за разом перечитываю эти великие произведения. А вам я желаю счастья и пропорциональной массы. И да-да. До скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok